Лично я первый раз здесь, вот в этой игре участвовать. Я думаю, не подведем. Но вы готовы? Мы всегда готовы. Вот так только? Да, мы всегда готовы. Вот так с оптимизмом и бодрым настроением команды-участницы интеллектуальной игры «Ума Палата» приготовились к мозговому штурму. 20 команд, 120 участников и необычные игроки – сотрудники Балаковского филиала АО «Апатит». Такие турниры для работников предприятия уже традиция, причем полезная. Нет ничего лучше, чем шоу, замешанное на интеллекте. Тем более, когда это шоу облекается в формат борьбы, когда присутствует дух соперничества, и когда ставка делается на молодых сотрудниках с их нераскрытым потенциалом, с их жаждой перенства. На этот раз игра была приурочена к 45-летию Балаковского филиала АО «Апатит», крупнейшего производителя минеральных удобрений в России. Для того, чтобы это создавать, для того, чтобы получать такие достижения, нужна очень эффективная команда, грамотная команда, которая может в доли секунд принимать решения. И вот то, что сегодня вы участвуете в этом конкурсе, в этих деловых играх, конечно, это еще больше заставляет вас работать, ваш мозг эффективно, быстро. Ведущий интеллектуальной игры Евгений Быстров подготовил вопросы специально для этих команд. Задача не из легких, ведь участники совершенно разные, как по уровню подготовки, так и по возрасту. Задания были различные – на логику, на внимательность, на знание песен и фильмов. И это позволило каждому проявить себя. Первые два тура показались легкими. Ну вот третий, конечно, сложнее. Вопросы нормальные, но... А я поражен интеллектом наших... Еще пенсионеров. Рубят прям точно все. Семь штук из восьми, вы догадали. Это же, я думаю, третье место нам прям вот... Дождемся результата конца конкурса. Конкурса и, я думаю, в двадцатку мы войдем. В двадцатку. Некоторые игроки – постоянные участники интеллектуальных игр, которые регулярно проводит главный знаток Балакова Евгений Быстров. На городских турнирах от предприятия выступают несколько команд, поэтому опыт умных сражений у апатитовцев имеется. Но на этот раз в одной команде можно было встретить как игроков со стажем, так и новичков. Сегодня игра удалась, сегодня команды, которые оказались даже, пускай сегодня именно, подчеркиваю, оказались в нижней половине турнирной таблицы, они брали вопросы, они радовались, я это видел, и я, в общем, тоже радовался, конечно, вместе с ними. Всего в игре было семь туров, и уже после подведения первых итогов определились фавориты этой игры. И с каждым новым заданием после подсчета результатов их позиции укреплялись. И в итоге третье место заняла команда «Новичок». На втором – «Инжир». И эта команда, кстати, с первых туров вела борьбу за лидерство. До первого места им не хватило всего несколько баллов. Ну а кто же стал победителем? Опять же, в упорной борьбе они сегодня не с самого начала лидировали, но тем не менее, одни из фаворитов сегодняшнего турнира подтвердили свой класс. Команда будет стойкой, но всем смыслом Айси-Бью. Аплодисменты! Сами победители признались, что в таком составе они играли впервые. Но при этом каждый по отдельности опытный участник различных интеллектуальных шоу. Секрет успеха нашей команды – это логика, это скорость, это наши парни. И наш девиз – не держи в себе. Играем мы первый раз, очень интересный опыт получился. И результат, на самом деле, он настолько радует и может говорить об успехе нашего общего дела, я думаю. Ну а ведущий Евгений Быстров, который повидал на своих играх совершенно разных участников, выделил из 20 команд две, которые, на его взгляд, отличаются от других. Удивили меня, опять же, две команды, которые сегодня были действительно на особом положении. Это команда «Старики-разбойники», которые просто отлично, я считаю, сыграли. Ум у них очень острый и живой сохранился. И они опередили целый ряд, будем так говорить, команд, которые значительно моложе. И другой полюс – это команда «Фосагрики», безусловно. Игра «Ума-палата» – это лишь одно из мероприятий, приуроченных к 45-летию Балаковского филиала АО «Апатит». В эти дни их проходит множество – как для работников предприятия, так и для всех горожан. И самое главное событие – День химика. Грандиозный праздник на Центральной площади, который состоится уже в предстоящую субботу 26 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова